Работники нефтесервисного предприятия Оэ Констракшн Компани вот уже почти две недели держат голодовку в Актал, требуя зарегистрировать конфедерацию независимых профсоюзов. Ряды протестующих пополнили нефтяники, работающие на месторождениях Каламкас и Житебай. Рабочие требуют, чтобы к ним прибыли депутаты парламента. Несен төлеуатым, мысал, халқын қорғаматын болса, мына халқының жаны ашымайтын болса, деге кел бір қаварын алмайтын, мына халқынан, не еште батыр осылар, бізді ақша үшін жатқан жопыз боларды, біздің болашағымыз болсын деп жатырмыз осыларды. Астамына жігіттер, қанша мадам жатыр, астамын, не ешін жатыр осылар. Осы қалқының атынан, осы мұнайлы маңқыстаудан сонау парламентке, сонау сенатқа депутаттар сайлап жіберді қой. Мысалы Бақтияр, Шелпекіп, Серік, Оспанып, Гүлнәр Сүйтмәң Беттіба, сосын жаға бөртінек ат жөйін білмейміз. Мен егерді, біздің мұнайдың бақшыларым шешелмаса, мұнайдың прокуратурам шешелмаса, әкімшілік шешелмаса. Біздің бүткіл мұнайдың мұнқыстау үлкесін сайланған, біздің әттюбелдің әзганты депутаттарамыз келсінде біздің көмек күмек күлін берсін. Біздің үніміздің білік күжеткісін. На требования мангисталских нефтяников депутаты парламента публично пока не отреагировали. В областном фериале партии Нур-Отан, как выяснилось, в курсе голодовки нефтяников. В партии говорят, что заявлений от нефтяников не поступало, поэтому в ситуацию не вмешиваются. Нефтяники с этим не согласны. Они утверждают, что провели встречу с одним из заместителей областного филиала Нур-Отана Мухамбетом Жумбасовым. Рабочие, объявившие голодовку 5 января, возмущены тем, что правительство игнорирует их протест. Состояние здоровья некоторых участников голодовки ухудшилось. Есть госпитализированные. Независимый профсоюз Оил Констракшн Компани создан в 2011 году. В его рядах более полутора тысяч членов. Около 400 из них участвуют в голодовке. Решение о ликвидации Конфедерации независимых профсоюзов вынес 4 января в Супшемкенте. Иск был подан Министерством юстиции.